всем привет меня зовут саша вы на канале 7 видеоблог и вот наконец-то я дождался официальный релиз прошивки my 10.2 а точнее my 10.2 . 1.0 то есть это уже вторая версия стабильной десятки my 10 обычно они начинаются с нулевой версии и заканчивая шестыми то есть my 10.0 было первое а последнее будет my 10.6 по крайней мере так было с прошлыми версиями my 8 my 9 на данный момент бетка имеет категорию my 10.3 потому что но как бы сказать на одну ступень опережает постоянно стабилку на my mix 2s добавили супер замедленную съемку 960 кадров в секунду и режим ночь а на примере этого redmi note 5 мы посмотрим на все остальные изменения по списку у нас это новый патч безопасности фиксы локскрине и фиксы в рекордере но сразу есть одно непонятное для меня изменение но как бы не сильно в лучшую сторону если зайти в обновление и нажать наши любимые три точки через который мы любим так устанавливать новые прошивки здесь нет меню выбрать файл прошивки то есть раньше мы это делали ставили еженедельно через три прошивки здесь сейчас такого нет есть вот обновление можно даже поставить ярлык обновление на рабочий стол график через мобильный интернет а поставить прошивку zip архивом теперь нельзя как-то непонятно зачем это было сделано возможно это было сделано даже специально и будем надеяться что в дальнейшее время все это исправят диспетчере приложений добавили новые шорткаты как видите это чистка антивирус глубокой очисткой приложения в принципе все самое ненужное что нам не надо да но кому это не нравится это сразу можно убрать для этого нам необходимо зайти в настройки рабочий стол и там есть показывать предложение мы можем сразу это выключить после того как мы выключили показывать предложение эти шорткаты из диспетчера приложений как бы сказать исчезнут и будет все как раньше такое не сильно нужное нововведение как по мне далее если зайти в настройки в уведомлении здесь есть долгожданная функция которая добавили на бетке теперь она есть здесь на стабилке здесь есть доступ с экрана блокировки это то о чем не многие спрашивали то есть если вы включаете галочку то вы можете опустить шторку на экране блокировки а если вы включаете то на экране блокировку никто не может опустить шторку если вас стоит пароль то никто это вообще и не сделает это можно здесь включить и выключить и вот вы видите разницу также еще одна полезная функция раньше меня спрашивали если включить управление жестами как тогда включить ассистент там же надо зажимать кнопки ты как бы жестами кнопки не Зажмешь, теперь добавили кнопки жесты и внизу есть Удерживайте кнопку питания в течении 5 секунд для запуска Google Ассистента Это уже есть на бетке, теперь это добавили на стабилку Мы зажимаем кнопку и появляется Google Ассистент Здравствуйте, Xiaomi Video Biology, я ваш ассистент и моя задача искать информацию О боже, он еще разговаривает Жесты тоже получили свое обновление и они просто стали лучше работать Теперь на стабилке жесты работают точно так же как на бетке Они не так сильно потормаживают и вообще в принципе почти идеальная работа Вот сейчас вы видите Так же если зайти в галерею, например на бетке есть уже режим клип Здесь как бы видно, что его почти добавили, ну как бы хотят добавить Потому что если зайти в галерею и выбрать сразу несколько фотографий То у нас внизу появляется такой цветочек под названием режим творчества И в нем должен быть клип Но пока здесь только калаш Я думаю с меня 10.3 здесь уже сделают клип Либо в каком-то следующем обновлении В безопасности теперь есть очистка Facebook, есть очистка WhatsApp Я просто не пользуюсь и не очищал еще Также в рекордере, то есть запись экрана, можно записывать системные звуки На регионе Индии добавили еще карусель обоев на экран блокировки К сожалению, не могу вам показать, потому что не меняется регион Так что в принципе вот такие вот обновления и изменения, которые я заметил в прошивке Mi 10.2 Как вам это обновление? Напишите в комментариях С вами был Саша, канал ВсемиВидеоблог Всем спасибо за просмотр, всем пока!